Друзья, всем привет! У меня есть для вас хорошая новость, которая многим из вас понравится. Сегодня мы запустили совместно с нашим подписчиком Эльмаром Улихановым собственный дискорд канал, посвященный нашему каналу ютуб. Кстати, Эльмар является создателем дискорда Skytop Games Fun. Огромнейшее ему за это спасибо. Я, честно говоря, не ожидал такого сюрприза. Мне очень приятно. Будем считать, что это подарок на мой день рождения, который будет через 4 дня. В общем, друзья, добро пожаловать и всем вам будем рады. В дискорде вы можете выкладывать свои красивые арты и видео по темам мира The Isle, Beasts of Bermuda и другим играм, посвященным динозаврам и миру космоса. Заходите, ищите друзей для совместных пати по играм. Общайтесь, знакомьтесь. Кстати, здесь вы также можете всегда узнать ближайшие новости по нашим стримам. Можете посмотреть. Здесь всегда будем выкладывать новые видео, которые будут заливаться на канал, посвященным игре Isle, Bermuda и Space Engine. Друзья, всех вас жду в дискорде. Заходите, и возможно, возможно, скоро мы открываем свой сервер в игре The Isle. Ну что ж, друзья, всем приятного просмотра. Жду вас. И всем привет, ребятки. Вы на канале SkyTopGames, и сегодня у нас в эфире Beasts of Bermuda. Друзья, меня загнездили Велоцираптором, и это мои подписчики. Особенно спасибо огромное Блу Ари, с которой я сегодня буду играть. Надеюсь, моя сегодняшняя семья будет намного заботливее, чем была в прошлой серии. Если вы не смотрели её, обязательно посмотрите. Где я также играл за Велоцирапторов. И там мама и папа за мной вообще не ухаживали. Они побросили меня, можно сказать, на произвол судьбы. Не защищали ни от хищников. Меня там также обижали мои братья и сёстры. Блин, это был, ну, просто капец. И в итоге, когда пришли хищники, меня убили. А моим родителям было всё равно на меня. Так, ну что ж, друзья, давайте дождёмся вылупления из яичка, дождёмся роста. И побегаем, поиграем. О, боже, смотри, какая заботливая мама. Она принесла сюда мне цветочки. Для чего? Чтобы я кушал витамины, да? Ну, вообще, я как бы... Так, а куда ты понёс кусок мяса? Я же мясо ем вообще. Я не буду есть вот эти ромашки. У меня потом от них начнётся аллергия по всему телу. И мои пёрышки покроются прыщами. Идёт дождь в Бермуде, гроза. И очень холодно. И мама или папа, я так понимаю, заботливо лёг рядом со мной, чтобы согреть меня. Классно, мило. Так, подожди. Что у нас по росту? Рост, конечно, ещё пока маленький. Пол мне пока неизвестен. Ну что ж, дождёмся, дождёмся нашего скорейшего вылупления из яичка. Так, мне кажется, всё-таки я попал в очень заботливую семью. Очень даже крутую, я бы сказал. Мама принесла вот такой огромный кусок голени. От кого ты его чипнула, боже. Это очень прекрасно. Ну что ж, ладно. Я думаю, всё-таки моя семья сегодня будет очень хорошей. Так, мои хорошие. Я, кажется, уже родился. Давайте посмотрим. О, я самец. Классно. Так, идёт дождь, и комфорт очень сильно падает. Мне становится очень страшно, честно говоря. Так, давай-ка побегаем. Да, я такой ещё маленький, блин, и беспомощный. Ну, просто ужас какой-то. Ещё ночь, ничего не видно. Так, давай-ка перекусим первым кусочком мяса. Мне нужно кусочек мяска немножко. Да, всё, я уже поел. Подожди, стой, надо насытиться до конца. В смысле, почему мне пишут, что это гнездо мне не принадлежит? Этого не может быть. Это же меня здесь загнездили, значит, я здесь свой. Так. Блин, 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 мне надо куда-то спрятаться. Срочно куда-то нужно спрятаться. Пойдёмте за нашей мамой. Я хочу спрятаться вот здесь. Так, у нас постепенно растёт комфорт. Это хорошо. Ну что опять не так? Ай, спасибо. Ты меня спрятала, да, в гнёздышко? Спасибо большое, да. О, боже, так приятно. Смотри, меня мама согревает своим теплом. И папа тоже. Боже, вот это семья. Вот это любовь и забота к детям. Так, мама заставила меня кушать растения. Ну, ладно. Аллергия. Аллергия мне точно обеспечена. Это капец. Ну, ладно. Ну, хотя витамины это очень хорошо. Витамины это очень хорошо. В особенности для велоцираптора. И возвращаюсь я обратно в своё гнёздышко. Ну, вроде бы, подожди. Вроде бы прыщами не покрылся. Ну что ж, ладно. Пока можно и отдохнуть. Можно даже прилечь поспать. Мне нужно восстановить силы, потому что комфорт мой упал из-за дождя. О, наконец-то у нас рассвет. И можно хоть рассмотреть всю красоту Бермуды. Давайте посмотрим, где мы находимся. Ого, какая красота. Ты только посмотри. Так здорово. Дайте я попрыгаю. Дайте я маленько попрыгаю. Сделаю свой первый прыжок. Ну, просто вот здесь вот. Ого, классно. Так, аккуратно, аккуратно. Дабы не разбиться. Мамочка, ты очень прекрасна. Я тебя очень люблю. Твоё красное оперение. Я просто обожаю его. Ого, мама, как ты прыгаешь. Здорово. Слушай, дай-ка я тоже так же попробую. Хотя, наверное, я ещё слишком маленький. Поэтому тихонько. Дабы не разбиться. Дабы не разбиться и не застрять где-нибудь в скале. Так, отлично. Да, конечно, такие прыжки ещё, честно скажу, не по мне. Лучше я перекушу кусочком голени. Да, от которой осталась только одна кость. Ну, ладно, я поем. Поем рёбрышки, так уж и быть, которые мне оставили. Меня иногда пугает, как они шипят. Мама ведёт меня на водопой. Мама ведёт меня на водопой. А, это папа, это папа, простите. Простите, это папа. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой, не так, не так, не так. Стой, аккуратно. Не надо меня топить, я сам могу... Аккуратно. Вот так вот, отлично. Сытиться водичкой. Стой, стой, мне надо отойти. Так вот, присесть и аккуратно напиться. Аккуратно напиться. Всё. Я полностью сыт. Фух. Ну, пойдём, пойдём домой. А, ну, хорошо, ладно, я понял. Я ещё слишком маленький для передвижения. Правильно, всё правильно. Заботливые родители. Родители должны в таком возрасте своих детей должны носить на руках, я скажу. Так, а, всё, наконец-то мы вернулись в гнёздышко. Ребят, вы видели, какой у меня прыдкий папа. Это просто классно. После таких прыжков я даже немножко проголодался. Хотя даже не я прыгал, а меня папа держал в клювике. О, время витаминов, по-моему, да, пришло? Ммм, нет, не хочу витамины, но придётся кушать, ладно. В принципе, нужен... Что нужно ребёнку? Правильно. Свежие овощи, фрукты, витамины, чтобы был хороший иммунитет у велоцираптора. Придётся тогда мне есть эти грёбные корни. Ммм, они невкусные, ну ладно. Боже. Может быть, конечно, это что-то значит для велоцирапторов. Ну ладно. Так, я немножко, друзья, решил поразвлечься. Я смотрю, мой маленький брат стал прыгать по камням. Заниматься, так сказать, велоцирапторным паркуром. Ну что же, я хуже него, что ли? Нет. Я сейчас закажу, что я тоже прыдкий малый. Аккуратно с камушка на камушек, посмотри. Мама наблюдает, смотрит. Мама, ну я понимаю, ты можешь, конечно, да. Ты можешь ещё дальше прыгать, и ты вообще прирождённая паркурщица. А я вот ещё совсем маленький. Мы решили устроить такое маленькое веселье, да, я смотрю. Так, нет, наверное, подожди, мне нужно пойти чутка отдохнуть. Я хочу немножко прилечь поспать. Прилягу немножко поспать, а потом уже можно заняться остальным паркуром. Мама заботливо легла погреть меня. Вот это родительская любовь. Фу, загнивший кусок мяса, тут мухи. Мне неприятно здесь лежать и находиться. Ай-яй-яй, не надо меня так брать вместе с куском мяса. Мама куда-то понесла... А, ты выкинула... Всё понятно. Умничка, мама, молодец. Затухший кусок мяса. По-моему, тот был хорошим куском мяса, а вот этот точно стух. Я даже не хочу притрагиваться к нему. От него идёт такой противный запах. Пойду я лучше пока попрыгаю, побегаю. Вот, вот, вот. Аккуратненько. Вот так вот. А пойдёмте вон туда наверх сходим. Пойдёмте сходим вон туда наверх. Аккуратно. Посмотри, когда велоцираптор прыгает, он так классно расставляет лапки и крылышки в стороны. Прирождённый малый паркурщик. Да, мама, вот он кусок. Вот этот кот кусок мяса, пожалуйста, убери его. Или можете отдать какому-нибудь соседу. Плохому соседу, вернее. А вот свежий кусочек мяса я перекушу. Так, подожди-ка. Я хочу забраться вон туда на гору. Мне надо забраться вот туда на гору. Ведь велоцирапторы прирождённые паркурщики. А ещё они могут цепляться. Ещё они могут цепляться своими когтями и лапками за эти скалы. Оп. Вот так вот аккуратно и заползаем на скалу. Медленно и уверенно. И ползём, ползём, ползём. И мы уже на скале. Ну что, братья мои, сёстры, не ожидали, да? Что я смогу это сделать? Классно. Мама, иди ко мне. Посмотри, что я уже умею. Ты видишь, я умею уже ползать по скалам, цепляться. Я уже не маленький. Так, что у нас? Давайте посмотрим по росту. Рост у нас... Ммм, я уже практически... Ну, я уже подросток, да. Папа? Я весь папу. Это так здорово. Моя милая семья, посмотри. Мама, папа и брат. Здорово. Мы все такие красавцы. Посмотри, какой хищный взгляд у мамы. Она всегда настороже. Она всегда настороже. Она никогда не даст в обиду своих детей, да? А папа такой сидит на расслабоне. Так здорово. Ну что, время пришло спускаться вниз или что? Пойдемте обратно в гнездо. Пойдемте вернемся. Ого, папа, ты такой сильный, ты посмотри. Такой кусок мяса просто. Взять и унести одним клювом. Так, я, наверное, пойду сейчас схожу... Знаете что? Я пойду схожу попью. Давайте тоже так же сделаем, как делала наша мама. Давайте под такими прыжками будем передвигаться к озеру. Озеро у нас, по-моему, вот на той стороне. И мы пойдем сейчас к нему. Мне нужно залезть на холмик и посмотреть, где у нас маленькое озеро. Так, мама, смотри, она пошла за мной и будет защищать меня. Если вдруг будет какая-то опасность, да. То есть она не оставляет своих детенышей одних. Так, озеро у нас, по-моему, было вот там. Давай понюхаем. Отлично, пойдем к нему. Пойдемте к этому озеру. Так, собратья тут бегают. Я хочу, 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 хочу попить. Ой-ой-ой, это что было? Что это было? Кто кричал? Ребята, не пугайте меня так, пожалуйста. Да, посмотри, я добрался до озера. То есть мои родители меня уже спокойно отпускают. В принципе, одного на дальнее расстояние. Так, нужно напиться и вернуться обратно в гнездо. А мама следит, мама следит. Посмотри, она идет за мной, она идет по пятам. Она не оставляет своего малыша, она всегда следит за мной. Боже, я тебя люблю. Я уже хочу отправиться куда-нибудь в дальние путешествия. Я хочу уже сбежать из дома. Боже, вас так много? Я не ожидал. Посмотри, это вся моя огромная семья. Все эти ники. Это все игроки. Это вся моя огромная семья. Мама? Так, мама осталась на озере. Я хочу с мамой бегать. Я хочу побегать с мамой. Мама, я иду за тобой. Давайте попробуем покричать. Ух ты. Здорово. Бежим, бежим, бежим. Сейчас я залезу на скалу. Мама, смотри, как я ползаю по скале. Ты видишь, я уже совсем взрослый. Я не маленький. Блин, мама постоянно следит за мной. Это ужас какой-то. Мама, ну нельзя так постоянно следить за своими детьми. Иногда нужно немножко давать свободы. Давайте погоняемся за ней. Давайте просто побегаем за ней, поиграем в прятки. Или в догонялки. Можно поиграть в салочки. Можно поиграть в салочки. Я вернулся. Я вернулся. Мама, я тебя догнал. Видишь, какой я прыткий. От таких догонялок я даже проголодался. Ого, какой у нас красивый брат. Посмотри. Он, кстати, чем-то похож... Рассветка чем-то напоминает папину. Отлично. Продолжение следует. Продолжение следует...